Падение Ирана шокировали цивилизованный мир. Скорее, бежим, бежим! Уничтожить всё! Падение прозападного режима Шаха Мохаммеда Пехлеви не могло пройти бесследно для американской дипломатии. Но событий 4 ноября 79-го года не ожидал никто. Ускользнуть от революционной толпы, прорвавшейся на территорию посольства США в Тегеране, удалось лишь шестерых. Что случилось? Шестеро заложников сбежали через чёрный хлад. Нигде они. У канадского посла. Спастись из заточения помог Голливуд. Операция по возволению граждан США под видом съёмочной группы, не существующей фантастической ленты Арго, сама по себе была фантастична и долгое время засекречена. Многие детали той опаснейшей авантюры впервые раскрываются именно на киноэкране. Мне хотелось, чтобы зрители задали себе правильные вопросы. Мы постарались показать эту историю максимально реалистично, чтобы картинка в кинотеатре не отличалась от сюжетов в телевизоре. Причём сегодняшних сюжетов. И вот, выстраивая аналогию между тем временем и нашим, поддаваясь нам в каком-то смысле режиссёрскую провокацию, аудитория начинает думать. Фильм о создании фильма, политический триллер, документальная драма. И всё это на 120 страницах сценарной адаптации недавней книги Тони Мендеса, бывшего агента внешней разведки и прототипа главного героя. Давайте ещё один дубль. На этот раз без диалогов, только движение. Операция «Арго», без сомнения, самый чистолюбивый проект 40-летнего Бена Аффлека, уже несколько лет с успехом работающего по обе стороны камеры. У меня есть идея. Выдадим их за канадцев, снимающих фантастику. Я лечу в Тегеран, обратно улетим вместе, как съёмочная группа. Для меня, как для актёра, самым тяжёлым испытанием было носить бороду. Дети просто изнылись. Пап, ну побрейся. И так каждый день. Пришлось насупить бровь и прочитать им лекцию. «Детки, это моя работа. Вот вы обязаны ходить в школу, а я сейчас обязан ходить с бородой». Постепенно привыкли к бородатому папочке. Помогите мне снять подделку. Хочешь вести себя в Голливуде, как большая шишка, при этом ничего не делая? Да. Сойдёшь за своего. Почему Джон Чамберс, известнейший специалист по гриму, первый обладатель «Оскара» среди гримеров, связал себя с СРУ? Думаю, тут есть определённое профессиональное родство. Он надевал на людей маски, а агенты просто жили под ними, не снимая. Это его и привлекло. Нельзя создать прикрытие в виде фильма, которого не существует. Нужен сценарий, нужен продюсер. Я буду продюсером. Нет, ты помощник продюсера, в лучшем случае. Если хочешь сделать имитацию «Звёздных войн» за 20 миллионов, нужен человек, чьё имя можно поставить в титры. Респектабельный человек с опытом. Кому можно доверить секретную информацию? Кто спродюсирует поделку? За бесплатно. Арго начинался как самый настоящий голливудский блокбастер. Прошёл кастинг, пробы, прессу созвали на дорогущий банкет с публичными чтениями сценария. И такие крупные издания, как «Верайте» и «Холливуд Репортер», написали свои заметки о картине. Боишься «Айталы Хамейни» или «Сценаристов» страшнее будет. Шили костюмы, нарисовали раскадровки, привлекли команду для спецэффектов. Огромная голливудская машина пришла в движение только для того, чтобы иранская разведка приняла всё это за чистую монету. Хуже идей не нашлось? Это лучшая из худших идей, сэр. Пока что. Чтобы придать кадрам эффект 70-х, Аффлек снимал фильм на современную плёнку, а затем растягивал оцифрованные изображения. Добиваясь лёгкой зернистости. Изобретательность режиссёра коснулась и исполнителей ролей сбежавших дипломатов. Бен действительно сделал нас затворниками. В том доме, который фигурирует в фильме, мы прожили в нём неделю, все шестеро. Нас, конечно, никто не запирал, но для чистоты эксперимента выходить было нежелательно. Никаких сотовых, компьютеров, всё как тогда, в 70-е. Бен распорядился, чтобы в дом завезли целую библиотеку, фильмы в 70-х, журналы в 70-х. Мы были полностью погружены в эпоху. Дважды в день приносили еду, но в остальное время мы общались только друг с другом. Сближались, становились друзьями. Сложно переоценить, насколько это помогло войти в образ. Вы просите нас доверить вам своей жизни. Это моя работа. Я ещё никогда никого не подводил. Что мы знали о Тони, пока операция не была рассекречена? Да ничего. И это ещё одна важная сценарная линия. Та глухая безвестность, те личные жертвы, на которые идут агенты спецслужб. Сейчас, спустя 30 лет, зритель в кино узнаёт детали тегеранского эпизода. Но я не исключаю, что прямо в эти дни где-нибудь на Востоке разворачивается реальная операция, не уступающая арго по героизму и выдумке. Но вот когда они узнают простые люди и узнают ли вообще, я теперь часто задумываюсь о таких вещах. Работая в американских кинотеатрах на предвыборной волне, операция «Арго» к третьей неделе проката неожиданно возглавила заокеанский бокс-офис, отодвинув на вторую строчку даже новые приключения Джеймса Бонда. Отечественные прокатчики «Арго» также намерены извлечь политический дивиденд. Но для этого российский релиз картины по их решению был смещён на текущую неделю, пику противостояния Обамы и Ромни. Мы в ответе за этих людей. Я за них в ответе.